Значит, послушайте, это вопрос не господину Яценюку, это просто одно суждение. Вы поймите, журналист это такой человек, который не за вас, не за одну из партий, не за одну... Не перебивайте меня, послушайте лучше, а потом может ответить. Это серьезно то, что я говорю. Вот сейчас Путин и Медведев, ну вы понимаете, образно говорю, они сидят в Кремле. Я хочу сказать, что ваша передача, САВИК, она в России, в Кремле популярнее, чем здесь. Каждое слово, каждое ваше движение, каждая мысль, каждая, не ваша. Вы понимаете, чья? Там смотрят внимательно и анализируют, что этот сказал, что этот сказал, и готовят ответные шаги. Так вот, Путин и Медведев сейчас смеются. И Путин спрашивает Медведева, Дима, скажут они главное? Тот говорит, не скажут. Вот смотри, опять не сказали, опять не сказали. Смотри, сказали, что 46 миллионов человек, сказали про ответственность. А главное скажут, не сказали и смеются. Вот я вынужден сейчас... Я еще не сказал. Я вынужден сейчас сказать главное. Конечно, у вас тут предвыборная кампания, вы все крутые, кто-то метит в президенты. Вы здоровы, вы очень хорошие политики. Вы прекрасно говорите, только вы не говорите главное. А главное вот что. Главное то, что Тимошенко это даже не миллиметровая, это микронная частица той проблемы, перед которой вы окажетесь. Потому что вы говорите о Тимошенко в контексте подписания бумаги с какими-то перспективами. А теперь перехожу к главному. Итак, на следующий день, после подписания этой бумаги, с Тимошенко, без Тимошенко, выйдет главный герой Украины, фамилия Котоварова, санитарный врач Онищенко. Выяснится, что у вас... Санитарный врач Российской Федерации. Российской, ну у него Он Ищенко, мы же разумеем его. Значит, выяснится, перечисляю, что у вас грязные поезда, что у вас плохие самолеты, вообще компания МАУ. Кто на ней летает? Вообще это невозможно, она же плохая. Выяснится, что плохое ваше масло... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это первое. Второе. Выяснится, что украинцы могут переходить через границу, только вообще не могут. Нехорошие вещи... 100% профессуры с пониманием. Да, да, да. Просто они опытные люди. Итак, вас... Подождите, подождите. Вы потом будете заперечивать, коли послухаете, про что я скажу. Нет, слушайте внимательно. Не прерывай. Мало не покажется. Грузию вспомните. Помните Грузию? Теперь внимание. Перехожу к вопросу, ко всем вам. За вами, за мной, как за журналистом, 46 миллионов. Итак, полная блокада. Все украинцы вышвыриваются из Украины гастарбайтеры, которые там чуть ли деньги пересылают из России с бюджет сравним и так далее, и так далее. И вот в этой ситуации рвутся связи и прочее, прочее. Короче говоря, вы оказываетесь перед этой историей. Кто из вас, из вас всех, выйдет и скажет по телевизору следующий текст. Уважаемые украинцы, 46 миллионов. Мы идем в Европу, и я гарантирую вам, что вы не потеряете уровень жизни. Что у вас газ будет стоить столько же, сколько стоил. Что не рухнут рабочие места. Почему? Потому что, вы знаете, кооперация с Россией очень сильна. Это факт. Что ракеты, которые нужны, о которых вы говорили, которые были нужны России, теперь России не нужны, но их будет покупать, например, Франция. И так далее, и так далее. Таким образом, уважаемые 46 миллионов россиян, я, политик, такой-то... Украинцев, украинцев. 46 миллионов украинцев. Украинцев. Таким образом, я лично вам, моя фамилия украинского политика такая-то, я вам гарантирую, что это не произойдет. Что вы не потеряете ничего, потому что мы это компенсируем. Этим, этим, этим и этим. Вот. И вы знаете, что это есть. Кто из вас, друзья, которым я желаю идти в Европу всей душой, даст гарантии украинскому обществу персонально и станет гарантом хода в Европу без потери, без несчастий. И самое главное, вы помните, как закончилась власть Саакашвили? Она закончилась так, что он теперь сидит в тюрьме. И смел его народ. Из-за бойкота России. Из-за того, что он осмелился сказать, что и север в Европу. Подождите. Подождите. Кто из вас, как это гарантия? Истерика у вас. Это ФСБ, сейчас сидит, отвлекает украинцев. Это ФСБ? Подождите, стой. Господин, господин Михальчишин. Слушайте. Я напомню вас, коллега парламента. Подождите, не, 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 стойте. Я вас... Станьте тут и дайте. Можете сказать. Идите, микрофон дайте человеку, да. Но, если я бы вы вашим коллегам в парламенте, и вы бы назвали окупационно-преступным режимом власть, я бы вам руки не подавал. Нема вопросов. Вот это точно. Не знаю, как коллеги решатся их справа. Потому что это есть неправильно. Шановные граждане Украины, брати и сестры украинцы, это сейчас перед вами был приклад. Микрофон вынести, пожалуйста. Дайте мне микрофон, коллеги, дай вы там. Что, я сам микрофон носил? Есть, есть, вы говорите, но с микрофоном красивее. Мы имеем приклад классической кремлевской мягкой пропаганды. Но откуда он кремлевский... Кремлевский журналист сейчас начинает выступать в роли вершника апокалипсису, малювать какие-то катастрофические сценарии, залякивать украинцев, которые живут от Луганска до Львова, от Чернигова до Севастополя голодом, безработием, холодной зимой. Я хочу напомнить, что все, что вы сейчас уже рассказываете, воно было. В таких странах, как Литва, Латвия, Эстония. Уже была ваша блокада. Не налякайте. Сейчас, пойдите, пожалуйста. Не перебивайте, пожалуйста. Будь ласка, вы очень что-то слушали ваш кремлевский пропагандистский брюк. Будь ласка, не перебивайте. Вы все махали пальцами? Не махайте пальцами, вы тут не вроде пророка. Стой. Стой. Вы маете сказать простые слова. Дай мне сказать. Шановные, я хочу вам, что вы будете жить нормально. Будь ласка. Не волштовите церкви на Гонопольске. Вам тут не Кремль, не Лубярдка, не Горбак. Не волштовите церкви. У нас тут есть покинцы крашей крови, чем мы. Матвей, стой. Да, подождите. Стоп. Дайте завершим все-таки тезу. Господин Михайтишек, только единственное. Выведь историю. Разом с Украиной. Что? Дозволюте встречу все-таки до конца. Выведь историю. Хмилину часу, я приятного на историю. Не приводите пример Латвии, Эстонии и Литвы. Чому это? Латвия, Эстония и Литва стали независимыми государствами. И что? Да, и очень быстро. Они были неизвестными. А украина что? Яка залежная украина, или что? 22 роки нам дурят голову. И никогда Борис Ельцин. Не шантажировал ни Литву, ни Латвию, ни Эстонию. Да, так и стрелял там в 90-м году. До, до, до 91-го года. И это был не Борис Ельцин, а Михаил Горбачев. Давайте не будем... Давайте дадим слово Юрию. Я тоже маю что заперечить, я скажу свои слова. Приходов я чимало. Був Захидный Берлін, який Сталин взяв в кольце блокады, и тоже сказал, что поставят на колено. Я вам хочу сказать, пан Ганапольский, украинцы могут быть разных политических поглядов. Они даже могут пока что разумевать разную мову. Но я вам скажу, что их убедное. Украинцы никогда не ставят на колено перед двома кремлевскими уродами. Это я вам точно могу гарантовать. Это я вам точно зараз гарантую. Пане Олійник, вы ожидаете, вы только что полностью монополизировали всю половину передачи. Сейчас, пане Олійник, мать все какое-то вихование. Это европейский, а не азиатский. Европейский Олійник нам даст зараз уроки европейского. Еще раз, конкретно сейчас, украинский народ, как никогда, единый в одному усвідомленном. Действительно, не настанет у нас райское життя после 28-го листопада. Я скажу більше, відверто скажу, воно станет тяжким. Мы не опинимся перед новым викликом. Россия, справді, почне серьезный геополитический тиск на Украину. Но это не кара небесная, не катастрофа, не апокалипсис. Это шанс. Мы нарешті сможем показать, что мы стаем дорослими, как нация. Нация загартовывается в пробованиях. Нация загартовывается в кризовых моментах. И тогда, начиная с 28-го листопада, мы справедливо складемо испарь на то, что мы дозрели до того, чтобы сказать, что Украина есть, будет и никогда не предполагает быть независимой. Нехай будет торговая блокадой. Нехай будут санкции. Вы что думаете, что мы не будем застосовывать санкции против российских предприятий на территории Украины? Вы думаете, что российские товары не возятся в Украину? Не будем мы... Ну не перебивайте, пане Олійник, европеец Черкас, не перебивайте, будь ласка. Бо ми відмежемся від такого... Пане Олійник, ви півпередачі монополизовали тут на тему Тимошенко свою інсинуацію. Дайте, будь ласка, висловитеся. Отже, починаючи з листопада місце, Україна стоятиме вже не на роздоріжжі. Ми оберемо раз і назовжди свою дорогу і будем нею рухатися. Нехай Росія спробує перекрит на постачання газу. Нехай Росія спробує бойкотувати українські товари. Нехай вона спробує роздати террор проти українських заробітчан. Реакція буде близьковична. Це не буде, до речі, реакція тільки української влади. Не тільки Віктор Янукович буде декларувати відданість тому, до чого його зобов'язує посада. Верховного командую... Верховного командую... Якою є і Україна велика. Пане Олійник, ви можете себе поводити, як ви декларуєте? Ви ж європейц. Дайте вас... Зараза розмову від імені практично в українському суспільстві. Пане Олійник, можете розповідатися на 30 секунд чи ні? Ви ж старша, поважна людина, член суспільства, дозвольте. Після того, як це станеться, реально, ми зрозуміємо, хто є, хто в Україні. Хто є справді проукраїнський політик, а хто кремлівська маріонетка. Хто дбає з національні інтереси, а хто готовий здавати свою країну в обмін на довічне рабство на кремлівських галерах. Я не знаю, який віціна цього конфлікту, але я впевнений в одному. Україна вистоять, і ми всі разом знайдемо в собі ресурси. Ми пережили дві світових війни в минулому столітті. Ми пережили три голодомори. Ми пережили і перебудову, і демократизацію. Пережили і першого президента Незалежної України, який здав ядерну зброю і Чорноморський флот. Ми переживемо і це. Українці показали, що це унікальна нація, яка здатна виживати в найтяжчих умовах. І навіть ядерний сусід, енергетична надімперія, нас на коліна не поставить. А знаєте чому? Тому що в українців є те, чого немає в росіян. Дух національної єдності і готовність жертвувати собою заради абстрактного ідеалу свободи. Знаєте, в чому джерело моєї надії? 300 хлопців, частина з яких, до речі, були російськомовними, курсанти, студенти, гімназисти з Києва, які в січні 2018 року пішли в бій під станцію Крути. Там проти них вживало 6 тисяч, вишколених матросів Балтийського флоту, кадрових офіцерів російської армії під командуванням кадрового підполковника Муравйова. Наші хлопці лягли в українську зустрію. Підведєву і тим, хто вас сьогодні сюди послав. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую за увагу. Підведєте, 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 підведєте. Це набагато пустіше, а в одночасно набагато складніше. Дозвольте, підведєте, 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 ми все ж таки продолжим. Я хочу Арсеній Юцзнюку дати слово, і потім будемо попрощатися.